Музыка Было же состязание у Иоанновых учеников с иудеями об очищении. И пришли к Иоанну и сказали ему, «Рави, тот, кто был с тобою на том берегу Иордана, и о котором ты свидетельствовал, вот он крестит, и все грядут к нему». И он сказал в ответ, «Не может человек принимать ничего, если не будет дано ему с небес. Вы сами мне свидетельствуете, что я сказал. Не я Христос, но я послан пред Ним». Имеющий невесту есть жених, а друг жениха, стоя и слушая его, радостью радуется за глаз жениха. Сия-то радость моя исполнилась. Ему подобает расти, мне же молиться. Евангелие от Иоанна Из воспоминаний отца Сергия Булгакова. В начале 1918-го было получено известие об обстреле большевиками южного крымского побережья, где находилась моя семья. Были основания опасаться, что вся она погибла. Я оставался один пред лицом Божиим и почувствовал, что нет основания откладывать то, что я вынашивал в душе моей, по крайней мере, десятилетия. Он решил стать священником. Патриарх Тихон улыбнулся. «Вы в сюртуке нам нужнее, чем в рясе». «Но благословил. Когда я шел домой по большевистской Москве в рясе, вероятно, с явной непривычностью нового одеяния, я не услышал к себе ни одного грубого слова, не встретил ни одного грубого взгляда. Только одна девочка в замоскворечье приветливо сказала «Здравствуйте, батюшка». Ему, правда, сразу запретили преподавать в Московском университете, но это уже не имело значения. Узнав о том, что семья жива, он тотчас уехал в Крым, где и прожил всю гражданскую войну. Потом Ленин включил его в списки подлежащих высылки. Удалось получить разрешение на выезд жены, младшей дочери и младшего сына. Только старшего Федора не выпустили. Оставили в заложниках. Нет сил вспоминать. Со мной шел Федечка, такой бодрый, молодой, энергичный. Увижу ли я тебя, обниму ли? Я туп и растерян. Я не знаю и не понимаю, что случилось. И это не личное мое непонимание и ограниченность. Это так есть. Бог понимает и знает, что он делает, когда движет и сталкивает ледяные глыбы. Движет землю и сотрясает ее. Но мы не понимаем. Россия спасена. Она раздалась в моем сердце перед большевистским переворотом, как откровение Богоматери. Я верен и верю этому завету. Но в ответ на это исторически Россия погибла. Значит, она спасется через гибель и смерть, воскресая. Но воскресенье нам непонятно. Оно чудо. Так толпятся в уме и сердце неисходные противоречия. Из дневника отца Сергия. Черное море между Севастополем и Константинополем. Это написано 31 декабря 1922 года. Константинополь встретил Булгаковых как героев пьесы Булгакова-Михаила. Унылой нищетой и тараканьями бегами. Но зато 21 января он уже имел счастье видеть Святую Софию. Я испытал такое неземное блаженство, что в нем, хотя на короткое мгновение потонули все теперешние скорби и туги, как незначащие. Мысль невольно несется к прошлому. Как было тогда, если и опустошенный храм еще так дивен? Что было здесь, когда царь и патриарх в золоте небесного Иерусалима священно действовали, и храм был наполнен молящимися, и алтарь горел огнями и курился фимиамом, когда была полнота жизни, а не омертвелое тело? Какой был замысел богодейства! Сергий Булгаков Вечером, едва ли не на коленке, он выплеснул все, что ему открылось о судьбах Родины и мира. Храм отнят от недостойных его и вверен вместо блюстителям. И невольно подумалось, очевидно, они достойнее нас, тех, которые так шумно собирались еще недавно воздвигать крест на Святой Софии, чтобы в ней бесчинствовать потом безвкусием своим и рабством, окровавленными сапожищами, вступивши, завести свои порядки, или пробовать синодальным хором покорить и убедить эти стены. Но в гневе воззрел Господь на дела сынов человеческих и посмеялся им. В храме «Возлюбленный им при мудрости» он вспоминает выражение старообрядцев «церковь не в бревнах, а в ребрах», то есть восстанавливается Божий дом просвещением. Булгаковы поселились в Праге, которую тогда называли «русским Оксфордом». Правительство Молодой Республики охотно принимало русских ученых. Он стал преподавать богословие в университете. В 1925-м, увлеченный созданием Духовной Академии, перебрался в Париж, и там принялся воссоздавать как бы словесный иконостас Софии, начиная с доисусного чина, с книг о богочеловечестве, затем о Богоматери, и, наконец, третий труд об Иоанне, призванном приготовить путь Господу. Служение Предтечи всецело определяется и исчерпывается действенным смирением, самоотвергающегося любовью. Предтеча всего себя отдает грядущему, свидетельствуя, «Идет за мною сильнейший меня, у которого я не достоин, наклонившись развязать ремень обуви его, отдать жизнь другому, посвятить себя до конца грядущему, не иметь своего «я» в добровольном, жертвенном самоупразднении – это есть подвиг смиренно-мудрствующей любви, исполняющей всякую меру человеческого смирения. И это самоотвержение относится не к отдельному деянию или моменту, но ко всей жизни, ко всему внутреннему пути и самоопределению». Протеерей Сергий Булгаков. Друг жениха. «Мое рукоположение, пишет отец Сергий, не было для меня внешним фактом, которого могло и не быть. Во мне течет левицкая кровь шести поколений. Мой отец был смиренный священник, 47 лет прослуживший в кладбищенской церкви без прихода, на панихидные гроши вскормивший и воспитавший семь человек детей, из которых в живых осталось только двое. В истории России духовное сословие при всех его немощах действительно было более других духовным. Религия с детства была для меня моей стихией, призванием, влечением, которое никогда меня не оставляло, как мое собственное глубинное естество. Я всегда жил в вере, верой. Как же могло случиться, что этой моей верой вдруг стало неверие? Я провел в нем не короткий промежуток времени, а долгие годы. На это время выпали и такие события в моей жизни, как вступление в брак, рождение первого ребенка, смерть братьев. Как произошло это отшествие блудного сына из отчего дома, о котором я всегда, хотя сначала и бессознательно, а потом сознательно тосковал. Как? Странным образом, на этот вопрос я вынужден ответить никак. На страшном суде Христовом обнаружатся все тайники души и глубины греха, в которых это зародилось. Но дерзну исповедать и всю, конечно, относительную и ограниченную малую правду своего безбожия. Впрочем, я привык думать и постигаю это все глубже, что вообще лишь трагедия, конечно, с ее преодолением, есть единственно достойный путь спасения. На путях человеческих надлежит быть и ересем, да откроются искуснейшие в искусстве их. А от искушений не освобожден был и праведный Иов, и их не отрицался и сам Сын Божий, как Сын человеческий. Протерей Сергий Булгаков, мое безбожие. Это случилось в семинарии лет в 13, когда за большие успехи ему уже прочили академию. Начальный толчок, по-видимому, давало ребяческое самолюбие. Я был захвален в школе. Однако тем чувствительнее были его уколы в бурсатской грубости. Вдобавок, раболепство, царившее в церковной среде, слишком уж земные интересы духовенства. В итоге он ушел из дома, из бурса, доучился в гимназии и поступил в университет. В этом выборе я явился жертвой интеллигентской стадности. Меня влекла область филологии, философии, литературы. Я же попал на чуждый мне юридический факультет в известном смысле для того, чтобы тем спасать отечество от царской тирании. Вместе с потерей религиозной веры я, естественно, как бы автоматически усвоил господствующие в интеллигенции революционные настроения. Расплаты за годы нигилизма он считал потерю сына. Мать даже одну из комнат в их парижской квартире оставила незанятой и называла ее Фединой комнатой. Но Федора не выпускали, чтобы отец не писал против советской власти. В 20-е они еще могли с ним переписываться, отправлять посылки. Федор Сергеевич жил в Москве, выучился на художника, его наставником стал Михаил Нестеров. «Вижу, что ты на месте в России занят своим делом», писал ему отец. В 30-м переписка оборвалась. Родители узнали, что Федя арестован по делу о контрреволюционной организации «Истинно православная церковь» и выслан в Среднюю Азию. И при этом уже пастырем он написал, «Отрицая всеми силами души революционность как мировоззрение и программу, я остаюсь и, вероятно, навсегда останусь революционером». В смысле мироощущения. Да разве такими революционерами не были первохристиане, ожидавшие скорого мирового пожара? Потому он и считал, вероятно, что настоящего падения не было. Революционность, как желание обновления, творческого, созидательного начала никак не покидала его. Она чуть не выродилась в жажду разрушения. И вот от этого его уберег Господь. Мне шел двадцать четвертый год. Душа стала забывать религиозную тревогу. Погасла сама возможность сомнений. От светлого детства оставались лишь поэтические грезы, нежная дымка воспоминаний, всегда готовая растаять. О, как страшен этот сон души! Ведь от него можно не пробудиться. В ней выцарялись какие-то серые сумерки по мере того, как все более потухал свет. И тогда вдруг заволновалась, задрожала душа. А если есть? Если не пустыня, не ложь, не маска, не смерть, но Он, благой и любящий Отец, Его Риза, Его Любовь. Но разве это возможно? Разве не знаю я еще из семинарии, что Бога нет? Могу ли я в этих мыслях признаться даже себе самому, не испытывая панического страха перед научностью? О, я был как в тисках, в плену у научности, этого вороньего пугала, поставленного для интеллигентской черни, полуобразованной толпы дураков. Сергий Булгаков Зовы и встречи проездом осенним туманным утром спешим подолгу туристов в Цвингерс, его знаменитой галереей. Осведомленность моя в искусстве ничтожна, и вряд ли я понимаю, что меня ждет. Там мне глянули в душу отче царицы небесной. В них безмерная сила чистоты и жертвенности, знание, страдание и готовность на вольное страдание. Та же жертвенность виделась и в недетски мудрых очах младенца. Они знают, что ждет их, знают, на что обречены и вольно грядут совершить волю пославшего. Она принять орудие в душу, он голгоф. Я не помнил себя. Голова кружилась, из глаз текли радостные вместе горькие слезы, а с ними в сердце таял лед, разрешался какой-то жизненный узел. Это не было эстетическое волнение. Нет, это была встреча, новое знание, чудо. Я, тогда марксист, невольно назвал это созерцание молитвой. И каждое утро, пока в галерее еще никого не было, я бежал пред лице Мадонны молиться и плакать. И немного найдется в жизни мгновений, которые были бы блаженнее этих слез. В предреволюционной России был такой безумец, который носил сердце стыдливую и до конца никогда не высказанную трагику любви, которая все время попиралась ее объектом. Я любил царя, хотел Россию только с царем, и без царя Россия была для меня и не Россия. Эта любовь родилась в душе моей внезапно, молниеносно, при встрече государя в Ялте, кажется, в 1909 году. Я почувствовал, что и царь несет свою власть как крест Христов, и что повиновение ему тоже может быть крестом Христовым и во имя Его. В душе моей, как яркая звезда, загорелась идея священной царской власти. И при свете этой идеи по-новому засверкали черты русской истории. Там, где я раньше видел пустоту, ложь, азиатчину, загорелась божественная идея власти Божьей милостью, а не народным произволением. Религиозная идея демократии была обличена и низвергнута во имя теократии в образе царской власти. Протеерей Сергий Булгаков. Агония. Отныне, если я монархист, пишет Булгаков, я становился как-то ответственным за все эти безумия и преступления, которые творились царской властью и даже именно этим монархом-самоубийцей. Чувствуется, больше всего его волновал Распутин. Это был позор, говорит он, позор России и царской семьи. И именно как позор переживался всеми любящими царя и ему преданными, ибо все чувствовали тут руку дьявола. Про себя и о государе за Распутина готов был еще больше любить. И теперь вменяю ему в актив, что при нем возможен был Распутин. Не такой, какой он был, но как постулат народного святого и пророка при царе. Царь взыскал пророка, говорил я себе, и его ли вина, если вместо пророка он встретил хлыста? В том трагическая вина слабости церкви, интеллигенции, чиновничества всей России. Но что этот царь в наши маловерные дни возвысился до этой мечты, смирился до послушания этому другу, как в трагическом ослеплении зовет его царица, это величественно. Существовало еще одно препятствие пишет Булгаков силами человеческими также непреодолимое связь православия с самодержавием приводившая к унизительной вредоносной зависимости церкви от государства и своеобразного цезарепопизма. Через это я не мог перешагнуть, не хотел и не должен был. Препятствие внезапно отпало в 1917 году. Церковь оказалась свободной и гонимой. И вот тогда философ, ученый, депутат смог наконец сказать «Я священник теперь и только священник. Все остальное во мне затихло и замерло». Вот что он пишет своему другу и учителю Флоренскому. «На прошлую жизнь я смотрю, как, вероятно, смотрит душа покойника на сброшенное тело или бабочка на свою куколку. Я увидал наш портрет, так бесконечно дорогой мне и по воспоминаниям и по значению, но на себя там смотрю именно так, извне. Я твердо и несомненно знаю, что ведь это не я, хоть и было я в предыдущей жизни, и лишь напрягая память восстановляю свое единство с этим интеллигентом». Осень 24-го. Вот еду на закате жизни из Праги в Берлин, где был только четверть века назад. Остановка между поездами в Дрездене. Стремлю свой бег, спеша и волнуюсь в Цвингер. Только отчего-то в сердце нет радости, скорее тревога. Пробегаю сквозь зал, ни на что не глядя, прямо в ту заветную комнату. С трудом от волнения подымаю глаза, и первое впечатление, я не туда попал, или это не она. Ну, скоро узнаю, убеждаюсь, она, и, однако, действительно не она. Или я уже, не он, увы. В сердце не ударила радостной струей горячая кровь, она не дрогнула, осталась спокойным. Неужели так охладела за долгую жизнь? Ну, нет, не то, не то. Моя встреча не состоялась, я не встретил здесь, чего так ждал, к чему лукавить, я не увидал Богоматери. Только дивная человеческая красота, но молиться перед этим изображением, да это хулая невозможность. Кто есть предтеча Господень? Каково его значение? Он приготовляет путь Христу, и в этом его служение, но не в этом только его значение, которое прежде всего заключается в нем самом, в его личности. Для дела Христова необходимо было дело предтечи, и для явления Христова необходимо было явление предтечи. Одним словом, нужно не только служение Иоаннова, но и сам Иоанн. Помимо Иоанна, не мог бы в мир явиться и Христос Спаситель. Иоанн и Христос лично и нераздельно связаны как великое и малое светило, с которыми сравнивает их церковная песня «Друг жениха». Голодный священник в голодном Крыму он начал было хандрить еще где-то за год до высылки. Живу здесь близ храма, под колокольный звон, словно на дне реки, в затишье, материнском и ласкающем, совершаю каждодневную литургию. Душа детски молчит. Умственная жизнь заволакивается пеленой за ненужностью и от неупотребления. Духовная жизнь много слабее, чем должна и может быть. Пасую перед ничтожными искушениями, иногда спрашиваю себя, словно в полусне, где же мои огненные упования, где встречи и встречи. Но не надо себя сочинять и насиловать, пусть зреет зерно до времени. И вот через скитание, разочарование, вымаливание сына, а Федор Сергеевич этой мольбой пройдет и ссылку, и фронт, женится после войны на дочери Нестерева и доживет до конца советской власти, оно вызрело. И если вначале отец Сергий искал собственной радости в дружбе с Богом, то теперь он стал ему помощником. Сията радость моя исполнилась. В 27-м году, когда он заканчивает свой словесный иконостас, отец Сергий заболевает и получает откровение. страдания были очень велики. Время стало. Я не знаю, месяц или год продолжалось мое горение. Во всяком случае, того, что в нем свершилось, нельзя измерить временем, тем более столь кратким. я жил с такой интенсивностью и напряженностью, всеми силами своей грешной и кающейся души, что минуты вмещали просветы в вечность. Был Бог, и я пред Ним со своим грехом. Мое Я расплавилось в жару и сделалось жидким и плавким. Но мое духовное Я достигало все большей остроты и сознательности. Оно было неподкупным судьей моей жизни. Я был в страхе и трепете. Я теперь только понял, почему эта церковь так возлюбила образ огненной печи. Ибо я горел в ней, но я спасался как бы из огня. Нельзя этого выразить словами, но отныне я знаю, как можно сгорать в огненной печи, не сгорая. Это было так. В субботу 10 числа, когда церковь молилась о моем выздоровлении, я почувствовал себя в конец обессиленным болезнью и ужаснулся мыслью о смерти. Этот ужас был больше всего связан с мучительной заботой об оставляемой семье, о том, как она будет жить без меня, после меня. Мое сердце исполнилось маловерием и малодушием, но в это время мне была послана поддержка. Прямо мне в сердце вошло это слово. Бог, милующий и спасающий меня, помилует и спасет и их, и что я должен передать их Богу. И когда это предание совершилось в моем сердце, я тут же ощутил неведомую радость, покой и свободу ныне отпущаешь. В тот же миг я почувствовал, как вся моя семья, мои любимые от меня отделились, куда-то отошли, я умер и оказался за гранью этого мира. Все во мне светилось необыкновенной радостью. Пришло осознание того, что одинаково все и живые, и умершие живы и близки. По очереди я вызывал к себе и лобызал давно-давно умерших, как живых. Навсегда я познал, что есть только Бог и Его милость, что жить надо только для Бога и любить надо только Бога и искать только Царствие Небесного. А все, что заслоняет Его, есть самообман. Не могу уразуметь, не хочу греховно допытываться, что Господу угодно было сотворить со мной, но свидетельствую немощным языком дела и чудеса Божии. Каждый день моего бытия, каждое любимое лицо встречаю новой радостью. Лишь бы Господь дал мне и им жить светом Богом явленным. Протеерей Сергий Булгаков Редактор субтитров